Привет, ребятушки и девчатушки! Давненько не снимал влоги, но сегодня особенный день, поэтому я снимаю. Сегодня едем с чемпионатом на гонку в Санкт-Петербург. Так называемая битва двух столиц. Посмотрим, кто сильнее. Петербургцы подготовились, мы подготовились. Короче, толпой просто едем сегодня туда. Да, сегодня у меня очередной водитель, который я вам покажу. Вот тоже пилот, один из участников. Ну и, собственно, сейчас сяду в машину, расскажу, что здесь было, пока я его ждал. Просто так как поуютнее будет. Ну вот, собственно, я уже сижу в машине, сейчас ждем водителя. Нет. Вот, я пока расскажу про метро «Октябрьское поле» и кофейни. И это, кстати, для бизнесменов, вот прям хорошая информация, кто боится открывать кофейню в центре, там рядом с центром, думает, что конкуренция большая, нифига. Конкуренции вообще никакой нет. Я зашел в первую кофейню, которая находится здесь, недалеко от метро. Там такая любезная женщина все рассказала мне, объяснила, что у них, какой кофе. В то же время она сказала, что здесь работает не она, а муж. Муж приболел, она давно кофе не делала. Ну, короче, такое. Под моим руководством она хоть там что-то попробовала сделать, но в итоге все ее действия, когда я наблюдал, были неправильные абсолютно все, и кофе получился отвратительным. Одно с метро, причем выглядело довольно-таки прилично. Тот кофе, который мне сделали, обжег мне язык сразу же при первом глотке, я даже не понял вкуса, и это очередной кофе, который я отправился в мусорную корзину. Что примечательно, здесь очень дешевый кофе везде в пределах... ... ... ... ... Продолжение следует... Все, мы наконец-то отправляемся. По дороге вам что-нибудь покажу, если будет что-нибудь интересное. Продолжение следует... Я не знаю, сколько мы проехали, в смысле расстояние, но мы еще нифига не доехали. 200 км. 200 км. Я... Нет, такое, наверное, нельзя вот для Ютуба, я не буду ничего говорить, что я хочу курить. Так, я хочу уйти. Слышать воздухом. Да. Подолимая тяга. Вот, куда я могу. Есть два фактора. Во-первых, я здесь не командир. А во-вторых, как бы, надо успеть до 12 доехать. А иначе я буду... Первый вариант ночевать на улице. Второй вариант гулять всю ночь по Питеру. Третий вариант искать новую гостиницу. Четвертый вариант... Спать в машине. Спать в машине. Все, поэтому мы едем дальше. Я... Что? Что-нибудь интересное. Пока вот все то же самое. И опять дождь начался. Первый питстоп на заправке. Ох! Ну что, на питстопе, собственно, ничего особо не происходит. Водичку взял. Сделал непотребные вещи. Ну, понимаете, что мы... Да ладно, пофигу на цензуру. Покурил, покурил. Вот. И, собственно, сейчас поедем дальше. Погода что-то не хочет меняться. Она все льет и льет. Дога! Дога? Я не говорю, давай я делаю мукой. Скажи, мама, папа, привет. Привет! Привет! Вкусное мороженое? Да, да. Да! Да! Только что проехали картодром Румас, двери, которые я вам уже показывал в одном из своих блогов. Мы туда тоже ездили. Да сейчас еще дальше ездим. Продолжается... Я не знаю, видно что-нибудь или нет, но продолжается суверительная поездка. Очень длинная дорога. Очень мало достопримечательностей. В общем, все вот так. Ясно. Поверните на дорогу. Ну, во всяком случае, нам весело. Поверни. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я не знаю, видно чинить или нет, но у нас здесь экономия света. Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас помню сказать, где нам поспать. Продолжение следует... Я, конечно, понимаю, что дорога не поменялась, она точно такая же. Но мы реально уже в Питере. Сейчас едем в сторону Адмиралтейского района. По Витебскому проспекту. По Витебскому проспекту будем искать... Какое он жилье... Сами мы не местные... Держите в стране. Да, они это решают, видимо. Вот я снова в любимом городе. Даже как-то вот на гонку не хочется. Хочется просто тупо погулять целый день. Спасибо. Ну, спасибо, что привезли. Но нет, надо. Субтитры подогнал «Симон» Мы почти приехали в отель, который называется «Атмосфера». Сейчас, чуть попозже покажу вам номер. Такой симпатичный райончик. Тоже старые дома. Пусть улыбки. Через 200 метров поверните направо. Как скажешь. Магнит. Да, тут есть где погулять. Я даже уже нашел какой-то кофейник. Мы там проезжали. Это прям глушь. Это атмосфера. Через 200 метров поверните направо. Вау. Какие ворота были. Что-то она нас кругами возит. Мы приехали. Мы приехали. Где? Дипломат. Посуда, люстры. Парфюмер. Дом какой-то. Кашемер. Ты ранее не допомнила? Глобус. Тут вообще какой-то трешок. Мы будем жить на стройке. Он в этом самом... И при углу. В контейнер. Да, да, да. Вот с тариками. А, ну, тут в стороне мост была. Вот насколько все сложно. Два навигатора. Давайте мы помним. Два навигатора. Сейчас. Какой-то лютый треш. Сними, мы приехали в гостиницу. Так, ну посидите. Нет, я выйду. Я покурю. У меня есть сумка в документ. А, мне тоже надо паспорт, да? Да. Это да, это багажник откроешь. Ой, ё. У меня ноги не слушаются уже. Так. Минуточку. Минуточку. Блин, когда уже карточки сделают вместо паспортов таскать эту дуру с собой. Ну, вот, собственно, отел. Такой, конечно, вход. Но, надеемся, внутри будет лучше. Короче, не туда приехали. Это не та атмосфера. Атмосфера, наверное, наша. Да, чужая атмосфера. Наша атмосфера чуть дальше. Сейчас опять поедем. Три часа ночи почти. Мы нашли атмосферу. Вот, вот эта дверь. Такой прям. Три часа ночи почти. Все в порядке. Чистенько. Телевизор. Большие окна с гигантскими подоконниками. То, что я люблю. Вид завтра тоже покажу. Сейчас уже не видно ничего. И две кровати, несмотря на то, что мне сдали номер как одноместный. И чисто такой питерский мини-бар. Все выпили. Все. Увидимся завтра. Хороших снов. Доброе утро. Я остался чуть-чуть пора еще. Чтоб сходить в какой-нибудь кофей и прогуляться. Перед годкой. Сейчас покажу вам, какой вид в окне. Вот. Такой вид. Вот она. Настоящая питерская парадная. Сейчас будет. О. Ну разве не крутяк? Просто огонь. Все, идем на улицу. Я извиняю за свой невыскавшийся, опухший вид. Но мне пришлось встать пораньше. Как всегда, Питер красив. В любом месте. Даже в далеком Адмиралтейском районе. Где, скажем так, нет достопримечательностей. Но тут каждый дом достопримечательностей. Посмотрите просто за моей спиной. В общем, я очень доволен. Сейчас иду, прогуляюсь, развеюсь. Отойду немного. Выпью где-нибудь кофе, чтобы прийти в себя. И потом обратно в номер, чтобы готовиться к гонке. Там впереди вообще красота. Вот и кофей. Давайте зайдем, посмотрим, что там. Ребят, ну это просто бомба. Это, это чумовая кофейня. На самом деле, такие очень редко встретишь. Называется она что-то, ритр, литр, что-то такое. Я не помню, не запомнил. Кофе шикардосный, все правильно сделано. Там внутри такой хай-тек стиль. Супер дорогая кофемолка профессиональная. У меня даже такой нету. Дорогая кофемашина. И классный барист, который все сделал правильно. На правильном молоке, на хорошем кофе. Просто вообще выше всяких похвал. Это большой проезд, ПС, что-то 11 дробь. Два, вот рядом дом. Короче, где-то здесь. Улица чем-то похожа на Тверскую, только узенькая. Не, ну разве не красота? Питер, ты самый лучший. Вот в очередной раз убеждаюсь. Как это ни странно, здесь реальное лето. Не то, что в Москве. Я даже не могу в куртке идти, мне жарко. Так что, хочешь погреться, приезжай в Питер. Здесь реально лучше. И дождей нет. Вон красота какая. Тут не видно из-за деревьев, но это просто вообще балдеж. Кси-кис-кис. Привет. Привет. Ух ты, какой рыжий, красивый. Просто на гонке целый день есть ничего не будет, как обычно. Будет некогда, поэтому что-то надо. Смотрите, какой супермаркет. Просто огонь. Вот это я понимаю. Тут очень много можно всяких удивительных вещей увидеть. Кстати, ой, я нашел булочное для... А, все дома. Я, наверное, пойду туда покушаю. Она сейчас заморочилась там. Короче, пробила мне вместо пирожка донат. И пыталась что-то сделать. В итоге я взял просто слойку с такую же цену. Вот иду в отель покушать. Кстати, классная пекарня. Очень уютная. Цены вообще бомбические. И мой любимый эстерхази там лежит. Он стоит всего 89 рублей. Это самая низкая цена на эстерхази, которую я видел. И, кстати, видел там красанчики и сладости. Точно такие же, которые я заказываю в кофейне. И это неудивительно, потому что мне их привозят из Питера как раз. Все, я готов отправляться. На гонки снимать будет совсем другой материал. Поэтому, если хотите посмотреть гонку, смотрите отдельное видео чуть позже. Ну, а после гонки на следующий день я, конечно, отсниму вам материальчику, как мы гуляем по Питеру, по центру. Все. Так что на сегодня пока хватит. Я сейчас буду очень занят. Так что... Ну, вот, очередной день. Гонка у нас прошла. Вроде все успешно. Правда, местным мы проиграли. Правда, не так сильно, но проиграли. Так что кубок остался в Питере. Ну и, собственно, сейчас едем на прогулку. Что-нибудь покажу. И вечером выезжаем. Ну, вот, мой любимый Невский проспект. Могу часами здесь гулять туда-сюда. Тут очень много всего есть. И сейчас что-нибудь найду, покажу вам. Одно из любимых мест. Тут, вон, и забыл, как называется эта тема. И тут здание Зингер, где был офис Дурова. Тащай, ты жил. Обосновались в каком-то дворе закрытом. Чтоб попробовать шаверму, которую рекомендовал, по-моему, хованский. Литейный 64-78, какая-то легендарная. Она квадратная. Наверное, это вкусно. О, сырный маваши. Кстати, у нас сырный маваш более насыщенно выглядит. Ммм, она очень сочная. Максимально прям. Ладно, я сейчас поем, скажу свой вердикт. Короче, что хочу сказать про шаву. Она действительно легендарная. Она необычная, она квадратная. Она очень нажористая, вкусная. Я даже не доел. Но там зачем-то в соус добавляют имбирь, а я очень не люблю имбирь. У меня сейчас весь рот горит. У меня привкус имбиря во рту. И мне это не очень понравилось. Хотя я ее съел почти полностью. И она очень сочная. Ну, еще, может быть, неудобно то, что она квадратная. Ее нельзя так никак зажать. Под конец все начинает вываливаться в разные стороны. Но я вроде бы не испачивал свою белую футболочку. Мне повезло. В общем, шавурма зачетная. Шаверма. Шаверма. Шаверма зачетная пойдет. Продолжаем гулять. И сейчас. Каза тихо. Тихо-то. Сейчас, кажется, душничный. Начинается. Так что придется немного помохнуть. Купил вот мармеладки своему мелкому. Необычные. Что это? А, мармеладная бочка. Вот по всему Питеру они. Какая-то сеть вот такая. Я мало что показываю, наверное, потому что я уже много раз здесь был, поэтому я даже не знаю, что снимать. Немного поздно начал снимать. У нас тут еще были пончики. Вот. Точнее, извиняюсь, пышки. Пышки. Да. Вот они. Вкусные? Вкусно? Все, прогулка заканчивается. Пора уезжать. Уже идем к машине. Я извиняюсь, что мало показал, но мне хотелось просто кайфануть, а не снимать, поэтому... Вот так вот. Может, еще в дороге что-нибудь интересное будет. Но я сомневаюсь, конечно. Сделали пидстоп около Румуса. К сожалению, закрыт уже. То можно было забежать в Тарж Лерс Кофе, но заправились, сейчас поедем дальше. Время уже пол первого. Не доедем. Конечно, безумное путешествие, но мне нравится. Субтитры сделал DimaTorzok